всем привет сегодня на 9 июля тема поиск товара поехали попутка номер два всем доброго вечера виталий выкнер говорит нет нет я думал ты стартуешь всем еще раз привет мы надеемся что больше такого не будет но технические неполадки сами понимаете иногда случаются так что надеемся на ваше понимание давайте поедем опять очень быстро по поводу выбора товара наверно представлюсь меня зовут или шеф я работаю в компании амзи пар уже длительное время и моя самая главная деятельность это поиск и выбор товара я занимаюсь постоянно так что могу передать какой-то опыт видео будет наверно проходить в формате стрима то есть я бы я но вначале расскажу главная теория но это очень коротко и потом уже практика практики будет больше буду рассказывать но очень много показать и просто рассказывать то что я делаю и о чем я думаю в это время и благодаря этому я я попытаюсь передать свой опыт по поиску прибыльных товаров для продажи на amazon так первое что касается выбора товара есть определенные критерии выбора товара и мы пройдемся по ним по самым главным то есть первый это спрос нам очень часто присылают вот вообще наши ученики очень много товаров на проверку где просто нету спроса то есть есть такие товары где очень маленький спрос но тем не менее люди хотят их продавать вроде бы очевидная вещь всем вроде понятно что да нужно продавать только те товары где есть спрос только в тех нишах где он есть так далее но тем не менее вот люди их присылают и это самая частая ошибка наверное одна из одна из всех вообще частых ошибок где люди присылают вообще товары где нету спроса вот на моем примере этого этот планки ты такие такие одеяла которые ну это просто одеяло это то есть они просто тяжелые и в этой нише сразу понятно что здесь есть просто здесь есть продажи при этом при этом здесь очень высокая цена продажи тоже и в целом здесь видно что при маржинальность 20 процентов что является средней в целом в этом бизнесе здесь есть хорошие деньги здесь можно выйти на какую-то прибыль то есть если здесь я поставить это 25 процентов это уже будет гораздо лучше например едем дальше очень быстро со спросом все понятно но это нужно было сказать вроде бы очевидная вещь но нам очень много присылает опять же скажу на этом поэтому будьте внимательны второе это конкуренция опять же из нашего личного опыта люди присылают нам очень много товаров где просто практически невозможно залезть конечно влезть можно в любую нишу но только если у вас есть определенные деньги под эту нишу то есть вот это вот это живой пример oil diffuser к людям нам присылают реально хотят его запускать то есть вот с такой вот конкуренции я даже не знаю как здесь просто начинать нужно бить просто колоссальные деньги для рекламы что побить вот этих вот всех ребят по и писи рынка по всем ключам которые только возможно и так далее то есть нужно очень много вложить и ну это очень сложно скажем так и все вообще начинающим даже там более среднего уровня я даже не рекомендую если у вас нет личного производства таких вот вещей скажем тогда такого товара то это просто практически невозможно и едем дальше следующий следующий критерий это цена товара не выбирайте низкие товары не выбирайте товары с низкой ценой то есть мы в основном основываемся на цену товара чтобы она была выше 15 долларов это вот такое вот главное правило наверное тоже одно из главных правил почему потому что из-за низкой цены у вас просто не будет прибыли вашу всю прибыль будет ну вообще в целом же будет же проедать amazon то есть это и его комиссии и это шиппинг и всяческие другие фи которые у вас будут брать там либо поставщики либо amazon либо какие-то таксос налоги так далее в целом если если эта цена выше 15 долларов то там уже можно конечно рассмотреть если ниже то в основном очень большая вероятность что все ваши деньги просто потратиться на всяческие услуги и так далее то есть ну и конечно же на покупку самого товара это уже очевидная вещь ну конечно же товар должен приносить прилип он должен приносить прибыль после учета всех расходов то есть вам нужно все это прочитать товар должен приносить прибыль это казалось бы очевидные вещи мне кажется многие вызываются наверно уже это знают скорее всего ну да но люди все равно присылают вот такие вот именно товары и мы это видим мы видим что это людям нужно говорить не один раз поэтому скорее всего нас еще смотрят какие-то новички то есть это посвящается от именно вам будьте внимательны с вот этими пунктами едем дальше номер четыре это отсутствие патентов то есть у нас был вот реальный случай что нам писали люди просто говорили мы выслали товар закупили очень много товара он оказался запатентованным и нам в итоге просто закрыли листик перекрыли воздух и что делать мы говорим все там либо высылается товар домой себе делать с ним что-то либо уже просто выкидываете его потому что у вас другого варианта нету ну с правообладателем единственно это очень редкие случаи да конечно же можно поговорить но это очень редкий случай в основном они конечно же могут вообще мягко говоря просто послать потому что они сами делают но вообще игнорируют эту просьбу может самое интересное я тоже сижу в этих группах в фейсбуке я замечаю что люди до сих пор запускают вот эти вот воздушные лаунжеры раздают их на отзывы активно я просто не понимаю как можно уже три года все форумы везде все фейсбук группы там уже куча людей кого закрыли все равно запускают все равно продолжают на эти граммы наступать мы сами запускали у нас этот товар три года назад он только-то появился и нам его закрыли именно из-за того что патента обладать пожаловался да виталий это конечно же правда люди все-таки пытаются люди приходят в этот бизнес они даже и не понимают что вот может быть возможно такие патенты и что это такое патент но возможно где-то слышали да но это что-то очень сложное там вообще какие-то самолеты или машины на самом деле вот такая вот же простая вещь вот это вот же подушка эта форма она просто запатентована ну и вся этого хватает чтобы просто закрыть весь ваш листинг и чтобы все во все ваши деньги просто прогорели то есть вот такой вот да бывает это наверное самый главный критерий выбора товара помимо них еще есть конечно же другие там а всякие тренды сезонность и так далее о них я еще расскажу чуть-чуть немного позже уже по ходу делал давайте разберем наверное самое главное ошибки это тоже бывает но нет спроса это понятно это уже мы обсудили с вами я даже рассказал о dreamcatcher ах вот могу еще раз его продемонстрировать я даже не помню первой попытки нет но но хорошо это в принципе вроде понятно следующее следующее это сильная конкуренция то же самое уже сказал завышенная цена продажи вот бывает что люди присылают какие-то товары допустим это просто какая-то машинка то есть на радиоуправлении на допустим они его нашли они выпустили точно такую же и этот она стоит где-то там ну например где-то 35 наверное долларов и они выставляют свою а уже цену в 40 долларов а как у них это купят вообще непонятно возможно кто-то чисто случайно купит но в основном люди они тоже проверяют они тоже мониторит рынок они смотрят и вот эти вот люди они видимо просто надеются что а у меня купят то есть вот такой у нас очень очень в принципе часто тоже бывает что люди только запускаются у них там ноль отзывов там вот они только пробуют они ставят очень высокие цены продажи там вот вроде 35 36 долларов они поставили 40 я продам нет ребята такого не будет у вас просто не пойдет потому что люди тоже не глупые поэтому не переоценивайте свои личные силы и внимательно отслеживайте цены ваших общих конкурентов всего рынка что предлагают вообще другие продавцы что вы можете предложить какой ваш конкурентный преимущество об этом все мы еще поговорим более подробно но сейчас вот это вот это самое главное то есть не переоценивайте свои силы это очень важно едем дальше что нужно делать нужно выбирая товар действовать не стандарт и как это сделать нужно работать ниши где вы являетесь экспертом то есть это первое то есть ну первое это наверное самое очевидное люди пытаются где-то накопать какой-то товар с которым они уже знакомы допустим если вы там являетесь каким-то моделистом авиационным да там и вы там собираетесь какие-то модельки авиационные вы ищите в первую очередь это я я думаю все наверное это делают то есть вначале свои хобби какие-то второе это браться за сложные ниши это конечно уже немного позже наверное 2 3 товар на первом товаре это не очень рекомендуется делать потому что могут возникнуть какие-то сложности вот именно потому что это сложные ниши это понятно и в целом можно уже дальше браться из-за закрытой в итоге же категории и за сердце эти фигра тоже какие-то получать то есть быть в тех нишах где сложно быть каким-то другим продавцам то есть ну скорее всего просто принимать эти сложности быть там вот да там в принципе тоже хватает и вообще других продавцов но это вас оградит а каких-то от каких-то новых продавцов которые только вот хотят влететь только начать и так далее далее заниматься инновациями то есть это скорее всего тоже уже немного дальше но вы можете пытаться запустить какие-то новые товары дополнить какие-то уже существующие там и поговорить с всяческими китайцами чтобы сделать что-то лучше если вы там например же пользуетесь каким-то товаром сами например в тренажерном зале вы делаете какие-то там ну не знаю обувь какой-то да но это очень вообще объективно вообще вещи это сложная тема конечно но я в целом говорю об этом то просто пытайтесь улучшить эту вещь и выпустить новую скажем так то есть но это всегда работало мы находим что-то старое и в итоге делом это лучше и это просто очень хорошо это всегда работала в истории даже улучшаем товары даже можно почитать отзывы конкурентов там не изменить короче дизайн сделать пандал ну вот это вот все следующий шаг это тщательно продумывать брендик то есть это сейчас вот реально очень важно даже если вы заметите всяческие товары которые вам приходят там с алиэкспресса или еще откуда-то там с ибо люди парятся на вот эти вот всякими упаковками вкладышами всякими бумажками внутри чтобы это все было красиво запаковано открывалась хорошо то есть здесь вот наверное самый продающийся телефон это конечно айфон да он вот именно же брендом берет он потому что выглядит красиво он даже приходит очень красиво открывать его приятно то есть но вот это вот все то есть в целом это еще и прибавит в итоге потом хорошие отзывы потому что люди очень довольны они получают вот это вот вообще красивейшно скажем так они могут это подарить и на вот эти но скажем так же позитивных эмоциях они пишут очень много отзывов в основном если это очень такой обычный товар то они просто выкидают на полку или просто используют и все то есть вот это вот это тоже очень важно брендируйте в целом то вообще товары какие-то там ну вот все брендировать кэш это платно но это того стоит и конечно же лучше все из вышеперечисленных то есть вы можете еще сделать что-то свое что вы считаете что это сработает но только будьте внимательны и не наткнитесь на все предыдущие наши ошибки и и обязательно учтите наши критерии выбора товара то и не только наши они в принципе общие поэтому обязательно это учтите и сделайте что-то более крутое более хорошие более интересно что то в итоге понравится люди потому что фигню все равно продавать очень долго у вас не получится так что делайте очень хорошие товары скажем так и все максимально возможно чтобы быть лучшим в этой нише в этой категории и так далее едем дальше схема выбора товара это вот лично от нас сейчас мы будем еще немножко практику добавлять потому что теория очень сложно очень долго давайте наверно мы поедем с вот этого пункта то есть первое это генерация идей вот этот слайд где можно найти что можно продавать это наверное первое что люди говорят то есть я хочу заняться амазоном а что я буду продавать вообще непонятно но я вроде бы знаю у меня есть какие-то хобби но их очень мало где мне еще генерировать детей с первое это ревью сайт то есть такие как джамп сэнт в япон и так далее то есть это те сайты где люди уже раздают какие-то товары на ревьюшки да сейчас амазон очень сильно гоняет и сейчас очень многие перестали это делать это правда потому что очень многих перебанили и как и ревьюеров и так и вообще людей так что но люди все равно продолжают это делать поэтому ревью сайта они все равно остаются второе это специальное предложение для поиска товаров такое как нашего в принципе но эта демонстрация будет она будет конечно немного позже но вот сейчас он сейчас на полках ритейл магазина то есть на полках ритейл магазинов это то что вы видите просто в обычных магазинах где вы ходите гуляете и так далее разглядывать какие-то товары просто в целом это вообще держите в голове что вы можете найти какие-то интересные товары просто увидит его на полке магазина сделать ровно точно такой же отправиться на амазон следующее это хобби хобби это понятное дело у всех есть какое-то свое хобби проверяйте хобби следующее это конечно же можно проверять а уже действующий амазон категории ebay walmart так далее другие магазины которые что-то уже продают и последнее это фейсбук и youtube вилл тренд сайтс то есть все что вы видите как какую-то рекламу всплывающую youtube ролики кто-то где-то что-то от ревью и откомментировал это очень вообще интересно содержите это в голове давайте перейдем наш наверное демонстрации приложения вот 2 2 пункт это специальное приложение для поиска товаров и мы разработали вот наш сканер у нас очень много пользователей мне кажется они уже смотрят нас всем привет кстати передаю и недавно у нас вышел такое глобальное обновление кто-то уже наверное знает ютубе ролики мы тоже уже записывали мы обновили внешний вид мы обновили полностью алгоритмы поиска мы обновили выдачу очень много всего если кому-то интересно в нашей группе омскопа пожалуйста можете почитать посмотреть и так далее и и в итоге кстати есть тоже ролики давайте наверно приступим к вот вообще демонстрации что делаю я целыми днями скажем так и как я вообще начинаю действовать потому что а идею уже честно говоря практически нет но благодаря вот этому еще что-то можно вытащить так ну давайте наверное мы забьем какие-то данные штабинар но вначале скажу что это сканер этого вообще каталог товаров амазона мы просто парсиум получается amazon на очень большое количество товаров есть определенные алгоритмы которые делают и мы выбираем только лучшие товары которые там есть это то есть бестселлеры и по нишам с маленьким бессаром то есть до 100 тысяч это наверное самое главное что просто нужно знать и есть очень много ниш и под 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 ниш и вроде бы это звучит что очень мало товаров но в самом деле то очень огромное количество ну я тут добавлю причем момент такой что раньше мы сканили у нас была база из 30 миллионов товаров и мы просто сканили их очень очень много все какие могли мы когда пользовались сами на практике оказалось что 90 процентов этих товаров которых высокий басар они абсолютно нам не нужны но мужа таких идей мы сфокусировались на том чтобы сканить все бестселлеры на amazon если идти по каждому у них чуть больше двух миллионов ближе к трем миллионах именно вот бестселлеров все товары которые в категории и каждый под категория много до ста страниц вот эти бестселлеры которые продаются хорошо собственно когда вы начали сканить эти товары и сканить каждый день туда попадают какие-то новые товары которые вчера например не было это начали каждый день сканить только бестселлеры начали получать очень много интересных идей которые иначе было очень сложно заметить и в итоге мы избавились кучи мертвого груза ускорилась тем самым приложением стали каждый день сканировать вместо того чтобы Вот когда у нас было 30 миллионов, больше 30 миллионов, мы не могли позволить каждый день сканировать такое огромное количество, очень большие ресурсы. И сейчас приложение стало гораздо эффективнее. Более того, что мы сделали еще интересное, это то, что сейчас у нас есть такой фильтр, вот он там сейчас на экране виден, самый последний, first edit, можно посмотреть, сколько новых именно товаров было добавлено в базу за определенное время, то есть за последние сутки, сколько было и какие это были новые товары за последнюю неделю, за две недели. Таким образом, приложение не становится одноразным для вас. Вы, например, активно ищете, вчера посмотрели всю базу, а на следующий день вам неинтересно смотреть всю базу, вам интересно посмотреть только свежачок, что было добавлено за последние сутки. Вы тогда ставите все свои фильтры, и вот в этом конкретно фильтре first edit выбираете последние 24 часа. И тогда вы смотрите только те товары, которые были добавлены за последние сутки. Вот эту штуку мы сделали, чтобы всегда самое актуальное только искать. Когда пользуешься часто сканером, каждый день, ищешь очень активно хороший товар, хочешь найти какой-то бриллиантик, тогда вот эти фильтры очень сильно помогают. Вот это я от себя добавил просто, возвращаю слово тебе лишь. Ну да, это, конечно, была очень важная такая ремарка, потому что я сам этим вообще пользуюсь целыми сутками, скажем так. Я думаю, ты можешь просто сейчас продемонстрировать, как ты работаешь в этом приложении, и просто давай в прямом эфире попробуем найти что-нибудь очень интересное. Так что давай стартуй, рассказывай, как ты здесь. Потому что я сам наблюдал, и очень эффективно, на мой взгляд, пользуешься, и находишь классный товар. Спасибо. Так, сейчас видно там скрин, да? То есть приложение, потому что у меня будет какое-то окошко непонятно, честно говоря. Да, все видно. Отлично. Так, что там, что-то мне мешает. Да, и что-то здесь еще нарисовано, честно говоря. Давайте, наверное, просто заново запущу скрин. Так, как сейчас? Отлично. Так, ну давайте, наверное, поедем. Самое первое, это, наверное, забьем какие-то фильтры. Какая у тебя цель? Давай начнем с того, какая вообще цель этой демонстрации, что ты будешь делать? Какая цель? Давайте мы найдем товары, где будет, скажем так, оборотка выше 5000 долларов. Для начала вот самый такой разгон ночный, потом уже будем эти фильтры менять и так далее. То есть самое первое, это, наверное, вот это вот. То есть цель найти товар продающийся. Ну ведь просто найти товар, оборотка 5000, это же очень легко. Мы же не отлично. Нет, на самом деле наша цель вот именно продающийся товар накопать, где будет какая-то прибыль, где мы сможем делать деньги. И при этом это не сильно конкурентный товар будет, и чтобы он просто работал, скажем так. По ходу дела, сейчас я еще буду все объяснять, и вы все поймете, поэтому не переживайте. Дарья, пожалуйста, даже не переживайте, все будет так. Нет, я просто хочу понять, то есть какими критериями должен обладать, и что такое продающийся товар. Вот я вот это хочу просто понять и пояснить, наверное, тем, кто нас слушает, потому что продающийся товар – это какой бы сэр, и это же он будет запускаться. Мы же пытаемся найти такой товар, который, во-первых, наверное, можно запустить на небольшом бюджете, там, например, от 2 до 5 тысяч долларов, чтобы хватило, при этом чтобы этого бюджета было достаточно, чтобы запуститься, и не оказаться в ситуации, где конкуренцию невозможно просто выйдеть, потому что бюджета не хватает. То есть мы ищем, по сути, приложение должно нам помочь найти такой товар, который не на поверхности, который имеет большое количество продаж при небольших отзывах и при довольно хорошей высокой цене, которая при небольшой закупке партии позволит людям делать прибыль. Потому что очень много товаров есть, которые хорошо продаются, но они уже заказывают такие большие партии, что им поставщики скидывают цену настолько, что они делают прибыль, но новый новичок, который заходит, например, с 2-3 тысячами, просто не может получить такую цену за единицу. То есть мы ищем такой товар, который именно можно запустить на бюджет 3-5, и с этого же товара без получения отзывов органически начать получать прибыль и растить этот бизнес успешно на Амазоне. Наверное, вот так я бы определил финальный результат, и вот давай посмотрим, удастся ли тебе вот этой цели добиться. Да, именно так это наш, конечно же, результат на нынешний вечер. Я немножко подзабыл, потому что я, конечно же, ищу товары такие, которые для нашей компании, где есть уже определенный бюджет и так далее. Какой бюджет? Средний, вот вы ищете. Бюджеты у нас разные, это зависит от ниши, например, да, то есть, ну, мы можем там начать из 8 тысяч долларов, из 5 тысяч долларов, есть там 15 тысяч, если это очень круто, как какой-то товар. Ну, давай от этого отталкиваться. Здесь контингент абсолютно разный, из-за этого не надо смотреть. Да, 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 это очень сложно сказать, поэтому… Я могу сказать, что минимальный… Мы, например, минимальный товар, ну, если тысячи в день оборота нет, то есть 30 тысяч в месяц, ну, это вообще не товар. То есть, это самый-самый такой минимальный-минимальный-минимальный товар. Вот, ну, нормальный товар, вот, примерно от 50 до 100 тысяч оборотов в месяц, с доходом, соответственно, 10-30 тысяч дохода. То есть, ну, вот, все, естественно, от маржей зависит. Вот в этих пределах, мне кажется, будет адекватно. Давайте начнем тогда. Для начинающих, это все опять же для начинающих, у которых еще в итоге ограничен бюджет и так далее, то есть, во-первых, выставим эту цену товара от 15 долларов и до 50 долларов, почему от 15, я это уже рассказывал в нашей теории, то есть, если это меньше, тогда все будет, конечно же, прожирать Amazon, Shipping и так далее, все остальные физы. Количество продаж в день, ну, просто привычка выставлять больше 300 в месяц, прошу прощения, то есть, чтобы товар продавался 10 в день, это в среднем, чтобы была активность продажа, не так, чтобы продали один товар за месяц, но там очень много денег вообще рубанули и все, чтобы это был постоянно активный флоу какой-то товар. То есть, и количество оборотов для начинающих, вот, это минимально опять, наверное, тысяч долларов, вот такое самое, да, то есть, кто хочет только-только входить и так далее. То есть, и количество отзывов, чтобы не сильно было, наверное, конкурентным, выберем 100, то есть, мы отсекаем очень сильно конкурентные товары. Что касается по поводу других фильтров, наверное, давайте выставим категорию, давайте вот с правой колонки просто пойдем, наверное, arts, automotives, так, beauty пока не будем смотреть, cell phones, компьютеры и всяческие, и всяческие комплектующие. Здоровье, ну, пусть будет, конечно, ну, ладно. Музыкальные инструменты из Датстрелл пока не будем брать в патио, Long Garden, ну, и давайте еще одно, вот, Toys & Games. Что касается здесь продуктира, это размеры, просто выставим, чтобы он тут не был всячески огромный, там, какие-то товары, вообще, ковры какие-то или столы, просто выберем. Вот эти вот критерии, то есть, это обычные критерии, ничего особенного. И продавец, а, ну, и вот еще, кстати, у некоторых товаров просто нету какого-то размера, поэтому ставим NA, это, то есть, если просто нету размера, либо размера не указан. Что касается селлера, это FBA, и, опять же, если не указывается селлер, если он где-то как-то скрыт, чтобы эти товары тоже попадали в наш фильтр, мы их могли увидеть. Так, очень долго просидел, извиняюсь, поэтому система меня выбросила. Сейчас очень быстро проставлю все то же самое. Что у нас там было? Cell phones, так, компьютер, health, да, было вот это, и вот это у нас было, да. 15. Что у нас дальше? Вот продаж от 300, от 5 тысяч, оборотки от 5 тысяч, да, и ревьюшки до 100. Стандартные размеры, которые я очень часто ставлю, даже уже рука набита и все остальное. Так, давайте пройдемся по товарам, что он нам выдал. Интересно, и будем, наверное, запускать. Здесь очень, кстати, важный момент. Исследуйте неочевидные товары. Я это тоже очень часто говорю там в наших YouTube-роликах. И пишу нашим ученикам, что нужно исследовать неочевидные товары. То есть, если вы видите какую-то, ну, вот такую вот штуку, скажем так, что это? То ли это полотенце, то ли это тряпки, то есть, вроде бы хочется просто вот так вот сделать и поехать дальше, но нет. Лучше, конечно же, это все исследовать, это все проверять. Очки, могу по личному опыту сказать, просто сейчас пока не буду это рассматривать, просто поедем дальше. Но на самом деле я бы смотрел все, если бы я здесь был в первый раз, поэтому я, скорее всего, буду же действовать здесь выборочно. Но в целом мы, конечно же, рекомендуем всем вот все подряд просто смотреть и неочевидно товары смотреть. Давайте просто пройдемся вот до вот этого товара, например. Cleaning towels. Все понятно. Цена продажи выше 15 долларов, остальные показатели в порядке. Запустим здесь Chrome Extension. Это уже второе, кстати, наше расширение. То есть, это два независимых вообще расширения. Но при этом они используются все вместе, они просто отлично действуют. Что мы видим? Количество продаж в день 10. Это то, что нам нужно. Но при этом у него всего лишь 8 отзывов, всего лишь. И он делает обратку выше... Он делает прибыль выше 1000 долларов. Здесь у нас сейчас профит 25. Я последний раз ставил 25. Давайте поставим 20. Чтобы было так. Ну, почти 1000 долларов он уже делает. Запустим в целом в ниша. И проверим в целом нишу, что там у нас. То есть, выделяем ключевое слово. Commercial grade. All poppers. Microfiber. Хайл вот так. Скорее всего, это будет просто... Microfiber. Cleaning. Towel. Пользователи в основном. Поэтому нам нужно ориентироваться в основном в этой нише. Вот именно по этому ключевому запросу. Запускаем scope. Chrome. Так. Просматриваем в целом. По некоторым товарам у нас нет данных. Смотрим по продажам. Что мы видим? Первое. Это очень большое количество продаж. Но и сразу видим отзыв. Помните, я вам показывал в нашей теории, что это просто очень ужасно. Что влезть в эту нишу будет очень сложно. То есть, второй наш критерий. Это конкуренцию не проходит. Все. Наша цель сделать... Кстати, вот здесь будет слайдик. Наша цель сделать быструю оценку перспективности товара. Наверное, буду вот так вот, скорее всего, переключаться между слайдами. Чуть-чуть, конечно же, теории и практики. То есть, быстрая оценка перспективности товара. Что мы делаем следующее? Это мы смотрим, есть ли вообще продажа у данного товара, его глубина рынка, цену товара. То есть, все те критерии, которые мы с вами уже говорили о них в нашей теории на первых слайдах. Здесь по нашему второму критерию мы не проходим. Поэтому мы этот просто товар закрываем и больше мы не теряем время на него. Едем дальше. Эти товары я уже смотрел. Поэтому, в принципе, можно еще раз, наверное, глянуть. Но это такой очень специфический товар. Так что, можно, наверное, запустить, просто очень быстро пробежаться по нему, что мы видим. Продажа есть, 73 отзыва. На 73 отзыва есть продажа рейтинга PR. Кстати, очень низкий. О нем я еще расскажу позже. Давайте забьем ключевое слово. Котом по геме. Макромедию, Вайбл. То есть, нам нужно выделить просто ключевое слово, по которому пользователи будут искать данный товар. И, скорее всего, вот он. Да, вот они наши товары, подобные все. Так и есть. Что мы здесь увидим? Что нам покажется? Мне уже все понятно. Здесь просто практически нет продаж. Меньше одного нет данных. Меньше одного нет данных. Очень плохая глубина рынка. Люди продают. При этом малое количество продаж. Амазон проедает. И все это в итоге накладывается. У нас нет прибыли. И максимум, что можно выжать, это 1800 долларов. Это лучшее, что вообще можно сделать в этой нише. Это 1800 долларов. Все. То есть, если вы будете продавать очень длительное время, там 73 отзыва у вас будет и так далее. То есть, нам вообще не очень интересно. Ну, потому что меньше 1000 долларов даже. Давайте едем дальше. Вот это мы не будем смотреть. Здесь Ахимия, Solar Polar, Pool Cover. Вот, окей. Вот. Вот это, кстати, интересная штука. Давайте посмотрим, что это. Потому что цена продажи у нее хорошая. Как бы офис 29% всего лишь. Ну, смотрится интересно. Что это даже не просто. Sunshade Sales. То есть, защита от солнца. Защита от солнца. Давайте запустим Chrome. Посмотрим, что здесь. 35 продаж в день. 45 отзывов. Сразу скажу, что это, конечно же, сезонный товар. Он продается летом. Это его минус. Но что мешает, наверное, запустить Chrome. Такое же к следующему лету. Ну, как первый товар, он вряд ли, конечно, подойдет. Это так, в качестве эксперимента. Давайте посмотрим, что в сезонности. Так. Посмотрим. Посмотрим. Sunshade Sales. В Google Трентах делаем запрос. Ну, пусть будет. Можно весь мир посмотреть. Весь мир, понятно. Но нас интересуют Соединенные Штаты. Очевидно, да? В июне, в июле. Все трендовое. Зимой продаж практически нет. Возможно, какие-то люди из Флориды. Там уберут Майами и так далее. Где очень жарко и тепло. Вот они и делают, наверное, вот эти какие-то маленькие скачки. Но товар сезонный. Это понятно. Давайте посмотрим по нише. Уже будем, наверное, просто отталкиваться от вообще того, что его запускать только к лету. Здесь еще одна такая главная штука. Если хотите запустить его к лету, то вам нужно, чтобы он пришел хотя бы в апреле уже на склады Амазона. Вот это. Ну, наверное, такое самое главное. Потому что люди пытаются подать его летом, но в итоге запускают его где-то там в конце мая. И такие, ну, вроде бы начали вовремя, вроде бы перед летом. А на самом деле времени уже нет. Лето уже заканчивается. Все, уже спрос сильно падает и так далее. Давайте посмотрим количество продаж. Наш первый критерий. Все по вот этим вот критериям. То есть все очень просто. Есть продажи. В нижней части, скорее всего, будет меньше. Да, это так. В верхней части, то есть две трети плюс-минус. Первая третья очень хороша. Едем дальше. То есть есть продажи. Выяснили. Количество отзывов. Количество отзывов не такое большое и, в принципе, не такое страшное. То есть максимально это 736. Мы как бы в целом, в принципе, взяли за базу, наверное. Ну, это вот наша личная такая база, что если вы видите больше пяти товаров, где есть больше пятиста отзывов, больше пяти, больше пятиста, то эта ниша уже имеет хорошую такую же конкуренцию. Ну, более-менее конкуренцию. Если хорошая, там уже еще выше, конечно же. То есть для начинающих, если видите хотя бы пять, наверное, товаров, где есть где-то пятьсот отзывов, да, в целом, то лучше проходить мимо. Если у вас, конечно же, ограниченный бюджет. Если у вас бюджет больше, там, скажем, восемь тысяч долларов, да, и... Ну, это очень сложно говорить вообще в таких цифрах, потому что товар может быть либо тяжелый, либо легкий, там очень вообще дорогой шиппинг, либо очень выгодный шиппинг может быть. Но в целом, если у вас вот многие при такой цифре начинают, это где-то три тысячи долларов или пять, да, если видите больше пяти товаров, где есть же пятьсот отзывов, проходите мимо. Это просто такая рекомендация. Возможно, можете его, конечно же, рассмотреть глубже, но можно найти лучше, вот скажем так. Рейтинг РПР. Рейтинг РПР, здесь его верхняя часть немножко приседает, у них огромное количество отзывов, а здесь уже становится интереснее. То есть люди, посмотрите, вот, да, они только запустились, по сути, да, 18, ну, вот, к примеру, этот, он включил даже, вот, видно, рекламу спонсоров, 18 отзывов, он только запустился. Он делает в целом все пять, пять продаж за 50 баксов, он это продает. То есть пять продаж, 50 баксов в день, в итоге его оборотка семь с половиной тысяч в месяц, и при маржинальности 20% это полторы штуки баксов. Для первого товара, если вы вдруг решите запускать вот именно его, там, к лету, да, или еще что-то такое, то полторы штуки баксов на вот таком вот количестве отзывов, в принципе, довольно-таки неплохо. Для где-то каких-то стартов и так далее. То есть это наш первый товар, вот, давайте мы найдем вот именно нашего, вот этого парня, и просто добавим его, просто добавим его во favorites, то есть, ну, потом в итоге посмотрим. Вот здесь я сохранился. Все, поставили звездочку, сохранили для следующей уже оценки рентабельности, быстрый такой этот оценки рентабельности, быстрого анализа, мы его дальше будем, наверное, уже продвигать. Вернемся к нашей презентации. Это у нас уже следующий шаг, то есть вот, у нас была оценка рентабельности товара, то есть, что мы сделали? Мы быстро поняли, что можно построить бизнес в этой нише на продаже этого товара. Если проще, то можно заработать. Можно заработать? Можно. Следующий шаг, это уже, это уже пример экономики товара, то есть, вот здесь он у нас приведен, то есть, и нам нужно будет сделать оценку экономики товара, то есть, сколько будет стоить, там, вот, цена закупки, то есть, мы находим в Alibaba такой же товар, сколько будет стоить шиппинг, паковка товара, наклеечки, там, если китайцы, они обычно это вообще же бесплатно делают, но кто-то, кстати, может сказать, платите деньги. Реферальные фи, там, реклама, PPC, да, то есть, этот, всяческие, это, там, амазоновские сборы и так далее. Если у нас выходит в итоге математика положительная, то есть, если мы можем в итоге зарабатывать с этого товара какие-то деньги, то мы его можем, конечно же, продвигать, но эти деньги тоже хотелось бы, чтобы были, они рентабельными, а не просто один доллар, там, надо очень много продать, сделать, там, 8 долларов и что. Ну, и, как бы, в принципе, далеко мы и не уедем, поэтому у данного товара хорошая цена продажи, 50 баксов, это у нашего второго примера, да, у первого там было 40, но в целом видно, что в этой нише в целом люди зарабатывают, и эти деньги видны вот в этой колонке, масляный профит, это просто 20%, это самое среднее, что есть в этом бизнесе сейчас. Вот, где-то кто-то меньше, да, то есть, вот, меньше тысячи, там, а кто-то еще меньше, но у него всего два, возможно, возможно, у него что-то не так с этим товаром, хотя у него есть наклеечка Amazon, что, значит, его почему-то выбрали, но она, кстати, мало о чем говорит, такая вообще заветная. Да, у него листинг вообще бедноват, скажем так, буллеты, мало фотографий, всего 4 фотки, когда можно загрузить 9, 7 из них будут здесь показываться, ну и так далее. То есть, ну понятно, то есть над этим товаром еще можно работать и работать, возможно, есть какая-то проблема. В целом мы поняли, что у этого товара есть какие-то продажи, и мы это вытащили вот именно отсюда, из наших фильтров, сделали это, в принципе, довольно быстро, мы нашли неочевидный товар, который может впоследствии приносить какие-то деньги. Сейчас мы, конечно же, бизнес-план где-то не будем в итоге накидывать, да, там, то есть это все писать, там, узнавать какую-то цену, но в целом мысль понятна. То есть мы нашли идею с помощью сканера и дальше будем ее продвигать. Давайте поедем дальше. Что у нас дальше? Да, и вот здесь, кстати, последний шаг, я уже говорил о нем, что это бизнес-план. То есть вначале ищем товар, находим идею, оцениваем его очень быстро, потом мы делаем, мы делаем быструю экономику товара, опять же. И мы не забываем про патенты, про всяческие риски, которые там в качестве сезонности, трендов и так далее, а затем уже делаем бизнес-план. То есть вот так вот примерно мы ищем вообще товары сами, в целом, через вот эти вот шаги мы постепенно, постепенно, постепенно какие-то товары вытаскиваем потихонечку и, конечно же, продвигаем дальше. Если это интересный товар, если нет, то мы его сразу откинуваем, как это мы сделали с нашими табулсами. Очень быстро поняли, что высокая конкуриция, все, поехали дальше. То есть в этом, конечно же, помогает, ну вот вообще же главная ценность этих приложений, что они быстро помогают выявить вот это вот все. И, конечно же, сэкономить время, это самое важное. Пока мы ищем товары, жизнь уходит и так далее. Давайте, наверное, изменим какие-то фильтры. Вот вообще для начинающих у нас есть такая метрика RPR, то есть это revenue review. То есть это значит, что сколько мы можем делать в итоге денег, оборотки за одну ревьюшку. Это вот именно та метрика, на которую мы тоже очень много обращаем внимания. И в следующих примерах я уже буду включать эту метрику, потому что в предыдущих было бы слишком много, возможно, бы уже запутались. Поэтому давайте в этом примере просто добавим ее, чтобы было понятно. Сейчас я все объясню, поэтому не волнуйтесь. То есть 100, так, минимально это 100. Выставляем 100. Что это значит? Это значит, что мы в итоге можем делать 100 долларов на одну ревьюшку, то есть минимум. Минимум 100 баксов. Давайте поменяем наши фильтры и выставим, наверное, какие-то другие категории, чтобы было интереснее. Ну, вот с этой колонки, например, Piliens, Pibi, где там Home and Kitchen, очень, кстати, люблю категорию. И Kitchen & Dining, Electronics, электронику мы не будем рассматривать, там очень много моментов. Дальше уже все потом можно. И Office, вот. Pet Supplies. Так, нет, все. Сильно не будем. Вот они, только 4 категории. Остальные фильтры оставляем такие же, чтобы были какие-то деньги, продажи и так далее. Итак, мы добавили только рейтинг RPR. О, кстати, если кто-то смотрит наш YouTube-канал, этот я уже товар разбирал. Если кому-то интересно, в итоге ищите нас в YouTube, смотрите видосик. То есть, этот, наверное, товар я уже пропущу, если кому-то интересно в YouTube, видите. Едем дальше. Вот второй. 35 долларов. Категория Baby. Делать продажи. Рак 3000. Интересно. Я даже не знаю, что это. Dual Step for Toddlers. А, лесенка для малышей. Куда подниматься? На кровать, может, залазить. А, чтобы малыши могли вообще нормально умыться, помыть руки, вот такую вот лесенку покупают. Для меня, честно говоря, это такое вот ново. Я сам вообще даже не пользовался и не видел. Скажем так. Поэтому давайте посмотрим, что здесь. Довольно-таки интересный товар. Это еще один, кстати, неочевидный товар, вот которым вы вряд ли похвалитесь, там, близким либо знакомым, что я запустил там какой-то товар, это лесенки для малышей, то есть это не вот эти вот такие брендовые товары, там, спорт или еще что-то. Но при этом они могут, в принципе, приносить же деньги, поэтому мы вот ищем именно такие неочевидные товары. Что мы видим, что мы видим? Шестнадцать продаж в день. Восемьдесят три. Шестнадцать продаж в день. Шестнадцать продаж в день. Посмотрим по нише в целом. Так. Steps to for toddlers. Можно for kids. Давайте for toddlers. Потому что toddlers вот именно. Малыши, да? Допустим, Chrome. Chrome extension наш. Посмотрим, что он нам покажет. Что мы здесь увидим. Daily Stealth. Сейчас продажи в нише есть. И очень довольно-таки хорошие деньги в нише мы видим, что тоже есть. Давайте посмотрим глубину рынка. Наверное, лучше взялся вот так. Вот это топ. Это топ наших продаж. 101. И внизу, конечно же, падает. И вот ребята, которые только запустились. Выпустили свои какие-то товары. По ним еще нет данных. То есть вот минимальный, ну минимальный здесь вот 377, наверное, это самый минимальный. У него всего лишь два отзыва всего лишь. Он только-только начал. И он уже зарабатывает, видимо, какие-то деньги. У него уже есть оборотка. Вот такая оценочная, да, конечно же. Это все оценочное. И у него три продажи в день в среднем. Давайте посмотрим на топовых. Вообще, куда можно прийти, запуская данный товар в целом, да. Куда можно прийти. Это вот наши топы. Наверное, ну, наверное, первая-третья из этих всех. В некоторых случаях где-то 50%. Первая-третья. Здесь есть продажи. Здесь есть отзывы. Но этих отзывов не очень много. То есть здесь можно конкурировать максимально. Вот здесь уже 900. Вот, кстати, уже здесь на грани. 970. Это 4, 500, 500. Это можно 500 сказать, да. То есть, ну, тоже. Здесь 459. Почти 500, это наш пятый товар, который мы не рекомендуем запускаться в этой нише. Если есть пять таких, то есть здесь уже край, здесь и грань. Ну, только второй или третий товар, возможно. На первый товар, ну, как бы, можно, если у вас есть хорошие деньги, то есть там, выше трех тысяч, рекомендуется пять в такой нише, там, при старте. Почему это так? Эти цифры просто уже говорятся на опыте. То есть по нашему запуску. В целом мы понимаем здесь, какая конкуренция и сколько нужно будет вкладывать вот в эту именно же рекламу, сколько нужно будет вообще платить Амазону и так далее. Но есть одна фишка, которая, я хочу сказать, это большой размер товара. И вот он, и меня терзают смутные сомнения. Так, договориться. Мы это будем шипать, то мы будем это шипать вот в таких вот больших объемах. Опять же, в плане шиппинга, если кто-то, вот вообще же человек новый, скажем так, шиппинг высчитывается из одного из больших показателей. Вес либо объем. Если объем в итоге больше веса, тогда высчитывается объем. Если вес больше объема, тогда высчитывается уже по весу ваша цена доставки. Здесь, скорее всего, будет высчитываться по объему. То есть это перемножаются просто все стороны. Есть всяческие калькуляторы, которые это вообще помогают сделать. Это высота, длина и ширина. Благодаря этому мы получаем вес. Опять же вес. Вот снова же возвращаемся. Но это высчитывается именно так в мире шиппинга. И я здесь могу точно сказать, что здесь будет очень дорогой шиппинг, потому что очень большой объем товара. Но при этом его цена продажи более-менее средняя. Здесь вот есть и по 9 долларов, и по 9, 9, ну 9, 10. Вот снова 10, вот 9. То есть здесь люди явно демпингуют, скорее всего. Ну почему они это делают? Потому что у них, видимо, товар просто не попер. И они его в итоге раз-раз продают по цене закупки. Вот это делается так. Это тоже нам приносит определенные звоночки, что мы видим вот этих вот ребят. И это не очень хорошо на самом деле, что есть демпинг в этой нише. Да, вот и дальше здесь за 8 долларов. Да, он был скрыт внизу. 9 долларов. То есть в целом мы понимаем, что здесь высокий шиппинг, и люди демпингуют. Этого тоже нам, в принципе, хватает, чтобы пойти и найти какой-то уже следующий товар. Поэтому мы, наверное, оставим это все. Поедем дальше. Что мы видим из нашего сканера? Мы вернулись в него по нашим критериям. Снова смотрим. Какой-то следующий товар просто рандомный, раундхолл. Я даже и не знаю, что это. Здесь просто нету фотографии, нету описания толкового. Но очень сложно сказать вообще, честно говоря. Давайте поедем дальше, потому что мы не можем здесь просто изучать какие-то товары непонятно очень долго. Потому что это прямой эфир. Если я бы там просто это делал бы ради себя, я бы, конечно, потратил время так ради интереса. Что это? Возможно, даже можно это продавать. Но давайте поедем дальше. Я открыл просто следующий товар, кстати. Вот если заметили, уже, видимо, привычка, чтобы просто кликать следующий. Я даже и не знаю, что это. Но это папка. Это, понятно, какая папка. Но я их даже в жизни таких не видел. Интересная, кстати, вещь. Для презентации, скорее всего, тоже каких-то используется. Что мы делаем? Запускаем Chrome Extension. Делаем быструю оценку. Все так, как с предыдущими товарами. 10 продаж в день. Первая продажа. Следующий отзыв. 14 отзывов. Рэпти КПР 621. Наш минимальный порог 100. Если ниже 100, это уже показывается, как в красной зоне. Уже здесь выделено красным. Так что все окей. При оборотке 20%. При маржинальности 20% это 1739 долларов. Если сделать 25%, это будет выше немножко. Даже перешать, в принципе, и не буду. Это понятно. При этом шиппинг, смотрите, это же папочка. То есть их можно посылать очень просто. Она очень мало места занимает. При этом она не очень тяжелая. Если я правильно понимаю, конечно, если это не какие-то там очень тяжелые деревяшки. Скорее всего, это просто картонки. Поэтому в целом это легкий товар, который можно высылать большими партиями. Потому что он просто тонкий и легкий. Давайте запустим в нише. По данному товару здесь все понятно. Так, давайте посмотрим в нише. Выделим ключевое слово. Уже немножко запутываюсь. Так, dark book classification folders. Беру пункт. Вот, скорее всего, вот это и есть наше ключевое слово. То есть classification folders. Классификационная па. Вот это они все. Мы убедились в этом. Отлично. Запускаем промокснешн. Чтобы сделать быструю оценку. Опять же, пробегаемся по нише теперь уже. Ну, по рейтингу RPR мы уже здесь видим зелень, зелень, зелень. И я уже приятно потираю ручки. Что я бы делал в наш обычный день. Так. Что касается продаж. Давайте, наверное, упорядочим. Да, здесь очень довольно-таки хорошо. Глубина рынка будет, конечно же, опять где-то первая половина. Ну, где-то первая половина. Вот здесь, наверное, первая половина. До тысячи долларов. До тысячи долларов. Есть ребята, и где-то половина. И после тысячи долларов тоже хватает. То есть здесь... Здесь можно делать какие-то деньги. Но это товар для начинающих. Объясню почему. То есть вот именно тем, кто хочет попробовать себя. Только вот пришел, у меня есть три тысячи долларов. Помогите, что мне делать. Вот нам обычно пишут, кстати. А можно ли запуститься? Вот у меня есть там всего лишь три тысячи долларов. И хватит ли мне? Вот, ребята, это ваш. Это ваш клиент, скажем так. Здесь есть продажи. Здесь и низкий старт. Здесь и неконкурентная ниша. Давайте отфильтруем. Вот максимум отзывов с 215. Можно начать. Очень круто. Дальше там очень мало отзывов. То есть здесь очень слабая конкуренция. Здесь и есть продажи. Вот этих, конечно, ребят, нет. Но в целом они есть. То есть можно начинать. Можно пробовать, как ваш первый товар. Если даже ваша прибыль будет, наверное, доходить до где-то тысячи долларов. Ну, окей. Для пробы все будет окей. Можете пробовать следующий товар, третий. И там уже будет... Ну, это просто ваш такой манекен, скажем так. Можно использовать его так. Что мы видим дальше? Есть продажи и маленькая конкуренция. Есть деньги в нишах. Это открытая категория. Кстати, здесь это я уже, наверное, добавлю. На что еще можно смотреть. И вернемся к нашей сезонности товара. Давайте посмотрим в Google трендах. Этот товар не будет, скорее всего, сезонным, потому что в офисе работают постоянно. Ну и по миру... Ну да, то есть понятно, что здесь нет сезонности, и он покупается постоянно. Средние показатели тоже хорошие. Рейти PR-PR высокие. В основном все зелененькое, приятное. Что мы делаем? Находим нашего парня и добавляем его во фейворит. Можно добавить, кстати, отсюда, но просто здесь надо искать, какой из них наш. Да. Поэтому я просто перехожу на листик, ставлю звездочку, сохраняю его сюда. Вот наши фейворит-продукты. И в нужное время, в нужное время, что я сделал? Просто кликну вот сюда, и все. И у меня есть доступ. То есть никаких больше Excel, там всяческих документов и так далее. То есть просто кликнули и просто очень быстро посмотрели. Кстати, что еще можно сделать? Добавить товар в трекер. Давайте его добавим, потому что нам интересно, что там будет. И вот это тоже наш предыдущий Sunshade Sales. Такой парус. Давайте посмотрим в трекере его. Трекер. Так, я залогинен под своим аккаунтом или нет? Возможно, я залогинен не под своим аккаунтом. Да, поэтому... Но в целом, здесь он вообще... Давайте обновим, кстати. А, да. Я под своим аккаунтом. Отлично. Вот они очень хорошо перенеслись. Что мы дальше будем делать? Через некоторое время здесь появятся данные о фактических продажах нашего товара. И мы посмотрим. Мы посмотрим на фактические продажи этого товара, с как часто покупает... Ну, в целом, как часто покупают этот же товар, как часто пополняются склады. Мы будем видеть всю статистику, но для этого придется немножко подождать, на то он и, конечно же, трекер, то есть нам нужно время. Но да и это я. Поэтому просто добавили, пошли дальше, ищем товары следующие. Что мы будем дальше искать? Давайте, наверное, увеличим какие-то метрики. Да, кстати, еще что могу сказать, опять же, возвращаясь к нашей теме, о неудачных продуктах. Давайте покажу вам реальный пример. Буквально только недавно прислали. Этот товар называется Dreamcatcher. А, я его уже показывал. Прошу прощения. Забываюсь, еще сегодня рабочий день был, поэтому подустолкну. Так. Да, давайте, наверное, просто применим какие-то другие фильтры. Кстати, может, Dreamcatcher. Так, ну давайте для более продвинутых, что им такое подороже выберем, там, 30 баксов до 80, поставим такое, чтобы было. FBA fees мы не будем выставлять. Вообще, обычно это делаем. Но сейчас, чтобы как бы просто нагнать эту всю тему, я уже очень долго рассказываю о налогах. Там, может быть, уже некоторые уже уснули. Но я надеюсь, что это не так. Так, количество продаж денег от 300, это всегда нормально. При такой цене продажи там будет гораздо больше денег, чем до этого. И количество отзывов, раз мы уже продвинутые продавцы, да, то есть это для тех, кто уже имеет какие-то товары, какую-то прибыль, что-то уже делал и что-то уже понимает. То есть я здесь хочу показать, что приложение не только для нововых людей, а для уже вообще продающих людей, которые уже имеют какие-то продажи. Выставляем отзывы там до 300. Эти люди не боятся конкуренции, у них есть определенный бюджет на рекламу, они могут очень хорошо себя продвигать, где-то заказывать, типа, отзывы, хоть это и опасно сейчас, но люди делают. Так, давайте, да, а, ну, ревеню выставим, наверное, там, от 10, нет, давайте 15 тысяч. Видео у меня там и 20 тысяч было, кстати, можете в ютубчике посмотреть. Ну, давайте 15 тысяч. Это оборотка наша. При 300, ну, все окей. Рейтинг, рпр, от 100, чтобы отфильтровать всякий мусор, опять же, хотя у нас сейчас очень мало мусора, опять же, вот Виталий говорил, что мы ищем только-только-только самый сок, самый свежак сейчас у нас, то есть сканы идут только по самым, по самым топам, скажем так. Ну, потому что все маленькие товары, где вот минус один, там у них вообще продаж нет, ну, зачем они просто нужны? Здесь тоже такие есть, но они, скорее всего, по каким-то причинам, видим, просто же провалились, какие-то продажи и так далее. Потому что раньше этих товаров было больше. Выставим наши размеры, чтобы не было диванов. Помним о диванах. Выставляем FBA. И давайте, давайте, давайте категории. Категории, категории, категории. Давайте что-нибудь такое. Электронику. Ну, пусть будет электроника. Мы же уже продвинутые продавцы. Все для продвинутых. Компьютер, ацессориес. Бэби. Вот, кстати, очень любят даже категорию бьюти люди. Очень много писали на мне, помню, одно время, и просто говорили, как открыть категорию бьюти? Хочу продавать косметику. Но, кстати, по поводу категории бьюти будьте внимательны, потому что все, что люди используют там в плане, в плане косметики, или они используют, они это на кожу могут там, да. То есть там всяческие крема и так далее. Если будет какой-то, если будет какая-то проблема, допустим, и у кого-то отвалится ухо, скажем так, то все претензии будут, конечно же, к вам, а не к Амазону. Это очень важно. Все претензии на продавца. Амазон сразу же перенаправляет к вам, вас ловит, штрафует и так далее. У нас люди как-то мало вообще об этом думают. То есть там, ну, они думают, что, ну окей, ну продам я там где-то либо крем или еще что-то. Но на самом деле это очень опасно. Будьте внимательны, особенно с товарами из Китая. Поэтому думайте, если будете работать в категории бьюти. Ну давайте ее оставим и выберем. Пусть будет патя Луангарден. Все, просто наобом. Все, поехали дальше. Чтобы не тянуть время. Давайте посмотрим вот с первого товара. Давайте пропускать, наверное. Даст, пест. Что это вообще? Буфер, Глоу, Хэнд Дастер. Очень странная штука. А, против каких-то пчел, насекомых и так далее. Все, ездим дальше, потому что будут всяческие разрешения, сертификаты, чтобы это не влияло на людей окружающих и так далее. Для всех мачек. Не рекомендую. Не рекомендую. Так, провода. Провода мы пропустим. Бак запер. Кстати, знаю, что это тоже против мастиком. Такая штука может быть, видели во всяческих магазинах. Электроника. Ну давайте посмотрим, почему бы и нет. Сложная, конечно, штука, но мы ищем не для новичков. 300 отзывов, 9 продаж в день, 44 доллара это наша цена продажи. При 20% оборотке делает 2,300. Маловато, маловато чистой прибыли для такого товара. Давайте поставим 25. Прошаренных продавцов уже и по большей маржинальности, они умеют это делать. 3,000 долларов с ним можно делать. по нише посмотрим. Но в целом это слабовато, конечно. Слабовато. Так, ради интереса запустим, посмотрим нишу. Что-то как. Продажи у ней есть. Рейтинг хороший. Так, вот продажи. Пойдем продажам. Продажи, 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 продажи. Нижние даны у нас почему-то не подгрузились, поленились. Да, вот все отлично. Продажи. Верхушка отличная, середина отличная, все внизу, но это обычно так и есть. Люди делают деньги в этой нише довольно-таки хорошие, максимальные 50 при самых неуспешных запусках, при стартах и так далее. 2400. Кстати, наш парень был довольно-таки стартовый, хоть у него и 300 отзывов, возможно, он просто просел по продаже из-за аутосток или каких-то других причин, но мы видим, что в среднем, вот она серединка наша, 14 продаж в день, 7 отзывов, как-то даже очень-очень-очень даже хорошо. Подозрительно, конечно, рейтинг корпуса запредельный. А, я, кажется, понял. Это у нас лето. Это отзывы, отзывы почистили. Отзывы, кстати, да, тоже почистили, вот так и есть. По кипре посмотреть. Да, ну мы сейчас это, наверное, делать уже не будем. Возможно, там так и было. Но здесь, кстати, есть сильные продавцы, вот они, один, два, три, больше тысячи. Это довольно-таки хорошо, они сильные. Но мы продвинутые продукции, мы знаем, что мы делаем. Здесь даже меньше пяти, скажем так, очень сильно. раз, два, три, ну, четыре, окей. А дальше со всеми можно конкурировать. Но отзывы, мне кажется, действительно почистили, потому что, посмотрите на это все, это просто очень мало для такого количества продаж в день и для такой оборотки. Это на самом деле интересно. Ну, хорошо, давайте посмотрим по сезонности. Все то же самое, вот это вот основные принципы, да, что мы делаем для этого сегодня. Вообще собрались, чтобы показать, что я делаю. Значит, просто внимание обращаю. Да, он сезонный. Вот. Летом он покупается больше, потому что больше насекомых, мухи, комары и так далее. То есть, если будете рассматривать только к лету, только к лету, но почему бы и нет? Опытные не так еще делают. Так что, что мы видим по нише? Да, есть продажи, не сильная конкуренция для опытного продавца, это нормальная конкуренция, даже очень хорошая, средняя. Есть деньги в нишах, все хорошо. Ниша. Ниша хорошая в целом, low garden, то есть, весь сад, home and kitchen, вот это вот все очень, мои, честно говоря, вообще любимые ниши, скажем так, office products, home and kitchen и patio, low garden. Очень простые товары, понятные люди, в них все время нуждаются, вот это вот все такое, 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 очень популярное, скажем так, при этом здесь можно накопать что-то неочевидное. Что мы делаем? Ну, если кому-то интересно, допустим, да, это уже чисто, уже субъективное мнение, я бы не добавил его дальше в исследование, потому что я вообще не очень люблю такие товары, но добавляем. Какие товары любишь? Я люблю очень простые товары, честно говоря, вот электронику я вообще не очень перевариваю, но люди на ней делают деньги, почему бы и нет, то есть мы же рассматриваем для всех, да, скажем так, товары для, вот, я люблю какие-то простые товары, которые более понятные, чтобы не было много техподдержки, чтобы люди, ну, в целом же понимали, как этим пользоваться, при этом, чтобы они в итоге, чтобы им это было нужно, чтобы они покупали это, и, ну, по объемам, наверное, чтобы это не было сильно огромным, громоздким, и чтобы не было, чтобы в дороге меньше было вероятности поломки и так далее. То есть вот, если в одно слово это объяснить, я люблю больше простоту. Чем проще, тем лучше. Ну, вот, наверное, как-то так, вот так вот мы делаем. В нашей команде наши ребята делают примерно то же самое, то есть вначале сканер, потом хром, потом по нише, потом еще в целом мы проходимся по, в итоге же, трендам, сезонности, по патентам, но это уже дальше. И дальше, уже бизнес-план и так далее, по накатанной идет вперед, там уже поставщики, реклама, это вообще сам последний, конечно, но все едет уже своим чередом. Вот, примерно так, примерно так. Я, наверное, передам слово Виталию или Сергею, перенимайте слово, потому что я уже хочу попить водички. Все, спасибо. Да, спасибо, Алишер, показал, продемонстрировал все наши программные продукты. В принципе, не уходи далеко, я хотел вот тебе задать вопрос, вот смотри, Виталий в начале тебя спрашивал, вот давай, гипотетически, например, я будущий продавец на Амазоне, у меня есть пять тысяч долларов проинвестировать. Какой бы ты товар порекомендовал, если бы ты сегодня понаходил? Запускайте папки. Это самый простой товар, его очень легко шипать, то есть он тоненький, его можно сложить, то есть его можно шипнуть очень быстро, очень легко, то есть в одной коробке там влезет очень много штук, шипинг там будет выгодным, скажем так, в отличие от баг-заперов и от нашего первого товара, я уже, честно говоря, не помню, что это было. А, это был такой вот же парус, то есть, ну, возможно, тоже там имеет какой-то вес, поэтому папки, он простой, он понятный, он легкий, очень маленькая вероятность, что вам будут люди писать, а как это использовать, то вряд ли вообще они это будут вообще делать. Ну, вот как-то так, он очень простой, но там и маленькая оборотка, то есть, имейте в виду, маленькие деньги, маленькая прибыль, маленькая оборотка. Вот для пробы, вот в самый раз, кстати, нам очень повезло, что мы такое вообще накопали, это было круто. Для начинающих, вот, папки. Всем, на замяточку, можно запускать партик. да, папочки, почему бы и нет, вот многие скажут, что это такое папочки, что это такое же конверты, или еще что, я вот хочу делать там какие-то мячики, чтобы продавать каким-то суперспортсменам, или я хочу делать там какие-то перчатки суперкрутые, ну, зачем, вот на этих папках можно вполне себе запуститься и попробовать Амазон в целом, а дальше уже можете исследовать то, что у вас есть, то есть, следующий уже шаг, там у вас уже появится какая-то прибыль, оборот, какие-то деньги, и вы сможете уже экспериментировать, уже запускать какие-то товары ради интереса. Ну, друзьям так не похвастаешься, вот папки продают. Да, друзьям так и есть об этом, я, конечно же, говорю, поэтому выбирайте, конечно же, сами. То есть, в принципе, можно сказать, что еще присутствует такой небольшой психологический критерий, как такие скучные товары, вот, на английском часто говорят unsexy. Да, так и есть, вот они так и есть, вот всяческие конверты, вот эти вот папки, ручки и так далее, то есть, мы не будем этим хвастаться, то есть, я являюсь крупным продавцом конвертов. Да ладно, что продается, продается здесь. Да, я никаких таких эмоций вообще не понимаю. Но у новичков эти эмоции больше всего, они у меня тоже были, и я тоже... Если продажит, почему бы очень легко начать делать, вообще, наоборот, добавлять мотивацию, сейчас очень сложно в Амазоне найти товар, который выглядит перспективно, как этот, например, что, смотришь, вроде все, абсолютно зеленый свет, брать, ткать. Причем, запустить может несколько человек, абсолютно, и они не будут друг другу конкурентом, на Амазоне. Это тоже круто. Разные цвета, разное количество папок в наборе, и вот вы вкусываете каждый по своему кусочку пирога. Алишер, а вот хотел уточнить по поводу летних товаров, которые ты демонстрировал. Скажи, вот была бы валидная такая стратегия запустить, допустим, один летний товар и один зимний. Наверняка же какие-то зимние варежки нужно запустить, вязаные, ну или что-то типа этого, лыжные перчатки. Да, так и есть, но у нас просто не было сегодня таких товаров, у нас вышли два летних, но можно запустить и тот, и тот, если у вас же позволит, конечно же, бюджет, можно и так, и так, летом один продавать, вообще зимой второе продавать, и в итоге делать какие-то деньги, и там, и там, и в итоге понемножку собирать весь год, вообще обеспечивать, скажем так же себя какими-то продажами. Но на самом деле, да, такая практика есть, так что вперед, я бы пробовал. Существует же такой совет, что избегайте сезонные товары, и ведь именно за счет этого совета люди избегают, и там на самом деле маленькая конкуренция. просто допускать на несколько сезонов, верно? Да, так и есть, да, так и есть. Вот в нашем опыте даже, по-моему, были какие-то ребята, которые делали именно так, то есть они летом какие-то летние пиарили, хотя мы вначале сказали, ну а зачем вам, ребята, это же сезон-то ранее, они говорят, а мы зимой будем зимней, летом будем летней. Мы такие, окей, все, вопросов больше нету. То есть, это было понятно, что люди хотят вообще зарабатывать круглый год, а не вот в один, ну в один месяц там. Ну короче, вот это так и работает. Есть такая тема, и поэтому можно в принципе пробовать. То есть, если находите такой товар, и есть какие-то деньги еще, запускайте зимний. Вот, скорее всего, наверное, так это будет выглядеть. Да, интересная, интересная стратегия. Только вот, я вижу одну проблему сейчас, зимний товар, и летом не найдешь. То есть, это как? Это заранее надо думать, документировать, ну то есть, вот сейчас надо летний искать, те, которые запустим, грубо говоря, зимой, и будем продавать летом. Да, 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 так и есть. Конечно же, данные на летние товары мы собираем летом. Это обязательно. На следующий сезон, да? Да, 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 конечно. То есть, мы заранее просто готовим эти товары на следующий сезон, и что мы делаем? Мы их просто смотрим, отслеживаем, добавляем в какой-то документик, добавляем в трекер, трекер, опять же, смотрим здесь количество продаж, у нас здесь, конечно же, нету товаров, но в целом, здесь и будут уже какие-то данные в истории, здесь мы можем выбрать потом лет, то есть, опять, это, видимо, будет же... Или через Chrome Extension просто запускать, и церковь, они не сохранят, тоже вариант. Да, можно сохранять в каких-то документах, но, опять же, вот есть такие замечательные приложения, то есть, эти всяческие листы, громоздкие и так далее, эти данные, можно и выписывать, если у вас маленькое количество товаров, если у вас огромное количество товаров, то есть, ну, я даже не представляю, вы там 50 варежек смотрите, как вы будете это просто записывать, у вас же будет вообще половину дня уходить, поэтому в трекер вперед зимой открыли, запустили, посмотрели, что там у нас было, ну-ка, посмотрели, поняли, запустили, бац, все, следующее лето у вас уже новый товар, вы к лету уже его продаете, летом он у вас пока продается, вы летом снова смотрите трекер, за зиму уже предыдущую, и на эту зиму уже в этом году делаете еще одни, то есть, ну вот, примерно так. А правда ли, что существует на Амазоне еще такой сезон, который называется, ну, present season, то есть, Christmas и так далее? А Christmas, вот я уже хотел сказать, то есть, Christmas там, Father's Day, да, там есть какие-то товары, то есть, очень хорошо уходит для пап, вот именно, да, но Christmas, наверное, это самый продающийся, то есть, покупается очень много всего, всяческие разные товары, для детей, для родителей, бабушек, дедушек, очень, очень, очень большое количество людей, вообще покрывается, скажем так, этими товарами, поэтому это самое лучшее, ну, время, наверное, самое лучшее, но при этом, вам нужно, конечно же, действовать заранее, то есть, чтобы, чтобы... Мне, кстати, очень впечатлил Хэллоуин, это просто полно было, вообще без отзывов продавали с товарами, с женой двух пистик, по таким невероятным, вообще ценам, невероятным, и без отзывов, да, а без отзывов Хэллоуин, просто, вот это такой секретик, я вот помню, впечатлил у меня мумия здоровая, которая висит, на потолоке подвешивает, здоровая, почти 60-70 долларов, подавалось там, вот 100 продаж, деньги, гачи, отзывов всего 3, и продает, так, в течение двух месяцев, там, несколько сотен, наоборот, вот это я был удивлен, вообще. Да, при этом и такие есть, конечно же, это нужно искать, это нужно копать, нужно просто, эти все же праздники, нужно монетарить, ну, скорее всего, запускать какие-то ниши, очевидные, там, да, то есть, и не очевидные, просто смотреть, что продается, что выстреливает, в это время записывает, следующий, ну, следующий год, бахнули, выстрелило, просто заработали денег, вытащили из этой ниши, дальше пошли, следующую нишу, и когда при этом у вас еще параллельно какие-то товары идут, которые не по сезонам, да, они вам приносят продажи, есть еще какие-то по этим же сезонам, то есть, ну, это все вот вырастает вот в один такой большой ком, и, ну, в итоге, в итоге будете, конечно же, понимать это все, как это работает, и что нужно делать в нужный вам сезон, лето, зиму, весну, праздники, и так далее. Так, ну что, Алиса, спасибо, убедил, вот, пишут, беру папки, я, наверное, тоже беру папки, но уже заранее конспектирую какие-то товарчики, на смех. Ну, Амазон очень часто меняется, то есть, на данный момент изменения, серьезные люди. Относился, мне тоже понравилось. Ну что, спасибо, Алиша, наверное, все, продемонстрировали мы приложение, наверное, перейдем к какой-то короткой сессии вопросов-ответов, день, раз, два, три, да, меня слышно? Ну, да, прекрасно слышно. Ну, тут просто у меня такой вопрос по поводу того, что вот, например, на сезон мы закручиваем, ну, Амазон так быстро меняется, что сложно, сложно собирать статистику. Да, конечно, можно посмотреть в январе, как Новый год прошел, и потом на следующий, там, я не знаю, в сентябре, в августе приседать товар под Новый год, или наоборот, на летние товары, когда мы их посмотрели в июле и привезли их в феврале, например. Но все равно Амазон серьезно меняется, и надо подгонять, и это иметь в виду, что и новые модели надо ввести, и все остальное, я так понимаю. А по поводу того, что вот эти праздники, да, какая-нибудь Пасха, вот Хэллоуин два месяца, но это круто, потому что я тоже не знал. Да, Хэллоуин, это вообще, там, вот, серьезно, это просто полно. Я ничего подобного не видел. Два месяца просто, но это просто что-то вот такое серьезное. Я вот, например, для меня, наоборот, поражал, поражает то, что по отчетам, там, все вот эти свадьбы, у них там только летом проходит в Америке, такое ощущение. То есть, если там, Баршелорет пати, там, и всякая вот эта вот фигня, просто реально только лета. То есть, они вот в кино показывают, в кемпингах, там, свадьбы празднуют, то есть, июнь, июль, август, все, привет. И потом, Google Trend падает, просто, в никуда. Вы говорите, что именно один праздник два месяца продаж генерирует. Это круто. Потому что Пасха, Пасха всего неделю работает. То есть, по крайней мере, по отчетам, я на такие праздники не участвовал, но как бы наблюдаю за этим всем делом, тоже интересно. Пасха всего неделю вот так вот работает, ну, не более того. Два месяца это нормально. Да. Я люблю за Хэллоуином, кстати, в этом году. Мы за этой мумией столько долго вообще следили, Виталий здесь в шоке был. Ну, может быть, другой. Там, помимо нее, куча других товаров, вообще, там, с ног шипать, она вообще никогда не появилась. Я выписал себя, кстати. У меня списочек есть. Ну, ну, это внешний трафик, скорее всего, с мумиями и тому прочим. Да нет, вообще, в принципе, по всей нише вот это идет нереальный просто скачок продаж. Вот этот праздник по мерке, он как-то особо, особенно заходит. Потому что там они просто декорируют все свои квартиры, дома, и при этом еще куча разных вещей, то есть там по нескольку единиц, по парам. Короче, если в дизайн попадешь, если попадешь вот в эту тематику, то можно, в принципе, заработать, неплохая идея. там просто одноразовый заработок, бам, зарабатываешь, потом этот кэш распределяешь просто в другие товары. Интересно. По поиску товара, что еще у нас? Ну, в любом случае, поиск понятен, останется на будущее как-нибудь, договоримся, по запуску, то есть, какие действия идут ближе к августу. Сейчас народ первостепенно, конечно, выбирает товары, то есть, у нас оптимальный заход на данный момент это вот, ну, сентябрь край, потому что сейчас запуск достаточно длинный, желательно всем успеть привезти товар в августе, в крайнем случае, в сентябре, потому что в октябре трафик нагоняет намного сложнее. Про ноябрь, декабрь я вообще молчу. В январе у нас получается непонятно межсезонье, в феврале вываливается к китайский Новый год, опять начинается наш торговый год с марта месяца. Март, апрель и поехали заново. То есть, так что не так много времени осталось до нормального запуска. Хотел спросить по Европе, как у вас ситуация? Чем-нибудь отличается по выбору товара? Вот, кстати, вот эти программы... Мы работаем, у нас примерно одинаковые результаты сейчас в США, в Европе. В Европе лучше работает на запускать где меньше продаж и большее количество товара. А в США наоборот, такие более конкурентные, с большим количеством товара. То есть, в Европе вы идете ассортиментом по большому счету, да? Да, большой ассортимент. А программы, как ваши, вообще не работают в Европе, да? Не, мы на Европу Европу все еще не сделали. Ну, потому что в основном наши клиенты тоже СНГ, а у них нету возможности регистрироваться в Солар Централ в Европе. Очень мало у нас спроса на Европу. Поэтому концентрируемся, улучшаем на США. все ясно, все ясно. Какие вопросы есть, ребят, в зуме? Будем заканчивать потихоньку тогда, на сегодня. Это хорошо. Значит, всем все понятно. Да, соли. Ключевой момент. Для тех, кто интересно вообще приложение, Амскоп, вот, в Денисе есть ссылочки со скидкой всем, кто является членом сообщества, группы Amazon, скидка там, я не помню, 30% там у нас была скидка. По-моему, да, ну, там ссылка на все реферальные программы, на все находятся в таблице инструментов, ну, и в Ютьюбе я под видео в любом случае еще дополнительно размечу. Да, если у вас что-то под рукой, можете скинуть в чат, если бы мне было проще эти реферальные ссылочки. Ну, вот, так что, в принципе, наверное, все. Единственное, косяк с этим, прямой трансляцией, что-то у меня программа видимо над ее, ну, точнее, я ее уже хотел заменить, но не успел просто, тут понедельники, выходные, ну, вот, не хочет работать, она почему-то ее вырубает просто и вырубает и все. Ну, на YouTube постарались. Да, не, ну, в любом случае 40 человек, нас там 40, почти 50 человек слушало в Zoom, так что, кому было интересно, я думаю, все были, сейчас на данный момент, в любом случае, так как товар надо искать, это самая основная тематика на данный момент, тематика выбора товара, тематика запуска товара, потому что, ну, не может быть бесконечно проблемы с отзывами, перестраиваться надо от всех этих серых способов и всего остального, мы к этому идем, вот, и также, я также вот очень серьезно продумываю вот этот момент неожиданного подарка, подумайте, действительно, чтобы, чтобы зашло, потому что мы стараемся, чтобы в себестоимость хорошо войти, в любом случае, я считаю, подарок должен быть качественным, то есть не фуфло какое-то, такой бестолковый, то есть подарок ради подарка, а именно действительно, которая вещь, как нужная, интересная, классная вещь, вот. Вот в таком случае, только это и так, хороший результат. Да, вот сейчас я очень прорабатываю упаковку, то есть перестроились абсолютно полностью от быстрого старта, то есть нашли, запустились, а именно перестроились на вот это вот, сейчас все там лого переписываем, ну, то есть перестроимся абсолютно полностью, вот на то, о чем вы говорите сейчас, именно, кастомер сервис где-то, где-то, вот этот подарок, где-то, ну, не знаю, вот вкладыш меня напрягает, вот честно, я не верю в них, я не знаю, может быть, я, потому что менталитет мой такой, может быть, да, может быть, они реагируют на эти вкладыши, то есть надо будет потестить на каких-нибудь товарах, но я говорю, у меня второй менталитет, это вот проблема, то, что я просто не верю, то есть я не верю в отрицательные отзывы, что три четверти, это не заказные отзывы, и что я сделал заказными, не понимаю, вот, и за это я в таком смысле, плюс раньше, когда можно было рестартнуть, особенно, когда мы научились эти рестарты делать, и залить быстро достаточно, там, небольшое количество отдыха рабочей из PPC, это проблема решалась, а сейчас на данный момент, ну, непонятно, как рестартоваться, и с чего, с чем, ну, то есть, ну, как бы, все зависит от тех инструментов, которые у нас есть в наличии, которые мы можем варьировать, на данный момент, вот, все равно идти надо в качество, потому что уникальность товара, кастомизация, все остальное, это очень дорого, надо в этом товаре круто разбираться, а мы все-таки не занимаемся стартапом одного товара, мы не на кикстартер идем, а мы все-таки идем ассортиментом, и опять же, я даже вот эта папка, папка-папка хорошо, но все знают, что в офисных товарах, салбай амазон, сейчас зайдем и увидим 90% салбай амазон, это в любом случае уже, для меня лично такое, небольшое, но минус, вот, я не особо там боюсь этого, но в любом случае, это далеко не плюс, и второй момент, надо понимать, куда я линейку буду развивать, то есть, если я иду, хотя бы иду одну папку брать, то есть, я, значит, под нее организовываю аккаунт, так как амазон до сих пор не сделал там нормальный магазин, и под нее буду уже думать именно офисные товары, то есть, я не предпочитаю на магазине, там, торговать трусами, носками, велосипедами, там, папками, и там, всем остальным, то есть, офисные, значит, офисные, даже, даже по хорошему бренду надо под нее подгонять, на именно под офисные товары, а на другом там едой торговать, на третьем для здоровья, для правильного питания, там, или еще чего, в принципе, ну, всех свой подход, конечно, все понял, всем большое спасибо, кто участвовал, кто прослушал все это действие, ссылки на программы будут под видео, ссылки на, здесь программы всегда есть, в всех фейсбук-группах, в описании, есть таблица инструментов, и на первой странице, там, внизу все программы есть, со скидками, так что, кому интересно, воспользуйтесь, я пользуюсь, всем удачи, всем пока, да, спасибо, всем пока, пока, всем спасибо, пока, до свидания, пока.